Добрый вечер! В прямом эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я, Ольга Шульга, прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Не ходи, но заплати. С тагильчан, чьи дети месяцами не ходят в садик, требуют деньги за их содержание. Законные действия руководства дошкольных учреждений. Тагил опять прославился на всю страну. Тагильчанка стала лауреатом всероссийской выставки смотра «Молодые дарования», за что получила признание. Активисты поселка Кирпичный дают мастер-класс. Учат, как в районе сделать улицы светлыми, дороги ровными и не знать проблем с водоводом. Регистрацию в Нижнем Тагиле могут получить два крупных предприятия – Уралвагонзавод и НТМК. После этого налоги этих промышленных гигантов будут поступать в бюджет города и области. Как пишет Иоанн, об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Цитата. «Мы провели ряд переговоров с руководством Уралвагонзавода и в разном договоренности достигнуты. Процесс перерегистрации компании очень сложный, но работа ведется. Уверен, что рост бюджетной обеспеченности в Нижнем Тагиле уже в следующем году будет значительным». Конец цитаты заявил Евгений Куйвышев. «Не ходи, но заплати». Молодая мама тагильчанка протестует против системы. Ее ребенок не ходил месяц в детский сад, а деньги за его содержание требуют. Закон или действие руководства дошкольного учреждения? Смотрите далее. Этот маршрут для годовалого Данила совсем новый и пока сопровождаемый слезами. От дома в детский сад. В дошкольное учреждение малыш начал ходить на прошлой неделе. Пока адаптационно – по два часа в день. Хотя уже месяц КАК должен прибивать в садике до вечера. Договор мама с детсадом заключила 3 сентября. Однако тогда взять ребенка в группу отказались. «Мне просто медицинский работник садика сказала, что мы вас не возьмем, потому что вас не хватает на прививке. Эта прививка очень важна, что вы могли сначала ее поставить, а потом от кори, которую мы поставили раньше. Но чтобы ее поставить, нужно было выждать время между предыдущей и последующей прививкой ровно месяц». Мама мальчика согласилась три недели посидеть дома. Поставили прививку, затем пришли в детский сад. А через несколько дней получили квитанцию об оплате. «На той неделе в пятницу нам предоставляют квитанцию за два месяца за оплату по полной стоимости. Тысяча тридцать четыре рубля за месяц». Оксана платить всю сумму отказалась и пошла к заведующей садика. Та сказала, договор заключен, значит, обязаны платить. Действия заведующей законны, пояснили нам в Управлении образования. С 2009 года в Нижнем Тагиле действуют постановления главы города. «Возникают вопросы у родителей, почему они должны оплачивать часть услуги, если ребенок детский сад не посещает. В этом случае происходит перерасчет только расходов по предоставлению питания ребенка. То есть ребеночка не было, его не кормили. Вот эти расходы вычитаются из того месяца, который ребенок не ходил. А услуга по сохранению места за ребенком, то есть коммунальные услуги, все, что расходуется на содержание детского сада, но остается». Порядок, так же как и сумма оплаты, измениться может, причем в ближайшем будущем, с нового года. На федеральном уровне сейчас рассматривается законопроект об изменении подхода к расчету размера оплаты за услуги дошкольно-образовательных учреждений. Очередная проверка счетной палаты и опять масса нарушений. Теперь их выявили в детском оздоровительном комплексе «Звездный». Среди нарушений неэффективное использование бюджетных средств, неправомерные расходы и выплаты, закупка продуктов низкого качества по высоким ценам и другие. Сегодня с результатами проверки лагеря «Звездный» ознакомились депутаты постоянной комиссии по социальной политике Гордумы. Все детали далее. «Да что это за новость-то? Нифига себе! Вы что там делаете-то? Вам кто-то позволил город-то оббирать-то?» Бурную реакцию депутатов вызвала стоимость путевки в летний лагерь. Для отдельных категорий детей вместо 14 тысяч она составляла 25. При этом условия, заверяют народные избранники, были одинаковыми для всех. Количество детей до 180 положенных в смену ощутимо превышало. «Почему 250 брали? Вам сказать, насколько вы наколотили прибыли? Посчитать, и вы сами сосчитаете. Ущемляя тех, кто взял на 25 путевок, подселяет к нему третьего. Это вы что делаете? Вы что родителей-то ставите, понимаете вы что делаете? Нет? Я понимаю вашу задачу. Зарабатывайте тогда на тех деньгах, которые вам утвердили. Это что за коммерция, когда вы с одного путевку продаете за 14, а второго за 25 еще сядете к нему? Вы что? Вы почему моего ребенка обижаете? Нарушения специалисты счетной палаты в лагере «Звездный» выявили массу. Например, неэффективное использование бюджетных средств. В течение проверки в разные периоды 2011 года в штатном расписании числились от 17 до 27 вакантных ставок медработников. За счет этого экономия фонда оплаты труда образовалась более 400 тысяч рублей. Сэкономленные средства направили на различные выплаты – премии, доплаты, надбавки другим работникам лагеря. Мы пытались набрать медицинский персонал, но, к сожалению, к нам никто не идет из-за низкой заработной платы, из-за вдаленности и то, что у нас не идет медицинский стаж. При переходе в муниципалитет лагерь «Звездный» планировали сделать санаторным. С 2010-го медработников пытались найти, поясняет Галина Шарифулина, но безуспешно. Поэтому с 5 сентября этого года ставки медицинских работников были исключены из штата. Еще из нарушений руководство лагеря не приняло действий по возврату излишнеуплаченных страховых взносов. Были установлены неправомерные расходы за счет средств местного бюджета в общей сумме 169 799 рублей за счет неправомерной выплаты и расчета должностного оклада директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру. По всем нарушениям прокурорам вынесено представление в адрес управления образования об устранении нарушений. На руководителей Звездного наложено дисциплинарное взыскание. Это замечание, выговоры и лишение премий за июль. Устранять все нарушения руководство лагеря уже начало. Составили график возмещения денежных средств в бюджет города. Часть из них уже выплатили. Анна Кизилова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости ТГИЛ-ТВ. Тост – пропуск лучшую жизнь. Активисты поселка Кирпичный дают мастер-класс по самоуправлению. Как в своем районе сделать улицы светлыми, дороги ровными и не знать проблем с водоводом, узнала Елена Терехова. Отмечен на карте, но мало кому известен. Дорогу сюда не могут отыскать ни таксисты, ни водители скорой помощи. Забытый закуток – так между собой называют верхнекирпичные жители поселка. Прошло уже больше 30 лет, вот как поселок этот существует. Уже около 40 лет где-то. Естественно, все системы износились. И у нас практически вначале одна авария произошла. Водопровод прохудился. Для того, чтобы поменять коммуникации, пришлось отказаться от дороги. Единственная на закоулок проезжая часть превратилась в огромный котлован. Люди не могли подъехать к домам. По огородам добирались к жилищам. Превращению прохудившихся ржавых труб в новые пластиковые поспособствовали сами жители. По-соседски скинулись на ремонт. 140 тысяч собрали с 28 домов, что находятся под руководством ТОСа. Стали практически зарывать. И у нас здесь возникли... То есть из-за того, что уже наступила осень, и грунт стал мягкий, у нас мы не могли с техникой справиться ни с какой. Мы пошли в администрацию города с просьбой, чтобы нам выделили из коммунального хозяйства грейдер. Верхний Кирпичный – один из самых маленьких ТОСов города. Адрес соседей отличается лишь цифрами на домах. Краснознаменная – единственная улица здесь. Не так давно она полностью была погружена во мрак. Когда менялись столбы, электрики забыли подключить освещение. Тут же активисты обратились в администрацию города. Теперь Верхний Кирпичный не боится по ночам добираться домой. На его примере можно вообще всем показать, как может житель одной улицы объединиться и начать вместе решать проблему. И, конечно, в первую очередь это актив – председатель, члены совета ТОС, заместитель председателя. Именно они приходят в администрацию города и района с вопросами. Именно они пишут обращения. И в мэрии всегда идут навстречу тем, кто не сидит сложа руки. Сейчас люди мечтают, что их грунтовая дорога превратится в асфальтированную. Первые шаги уже сделаны. Жители написали письмо главе города, чтобы им помогли со щебнем. Елена Терехова, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. К другим темам. Не справился с управлением и вылетел навстречу. Страшное ДТП произошло накануне. На пятом километре вблизи микрорайона Нижняя Черемшанка легковушка врезалась в большой груз. У нас где-то 25 км в час я переехал. И только начал гоняться до 35 км в час. В результате лобового удара водитель десятки скончался на месте. Три пассажира, находившиеся в салоне машины с многочисленными травмами, госпитализированы. Еще одно ДТП, но уже с участием пешехода. В селе Никола-Павловское сбили женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. С отресением головного мозга и тупой травмой живота женщину госпитализировали. Хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, конечно, пешеходов, движения в темное время суток. В обязательном порядке стараться переходить проезжую часть к тем местам, которые специально для этого обустроены. Для перехода проезжей части убирать те места, где дорога у нас освещается, где есть наружное освещение. Ну, любого соответственно, если наружного освещения нет, убедиться в том, что транспортных средств с обоих сторон поблизости нет. Тагил опять прославился на всю страну. Тагильчанка, студентка Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, стала лауреатом Всероссийской выставки смотра «Молодые дарования». Работ на конкурсе было представлено свыше тысячи, но признанием удостоилось произведение студентки Дарьи Голубчиковой. Как алмаз из глубинки превращается в бриллиант, Анна Кизилова расскажет. Стать художником Даша мечтала с детства. После окончания девятого класса вместе с сестрой они решили поступать в колледж прикладного искусства. В Нижний Тагил приехали из глубинки, из села Голубковское Лапаевского района. В колледже Даша ознакомилась со специализациями и выбрала для себя художественную обработку металла. И я, не задумываясь, решила сразу же, что это мое, что я хочу делать, творить руками, не только проектировать, но и создавать что-то своими руками. Вообще нисколько не жалею, что это поступило. Изначально, да, хотелось уже стать художником. После окончания первого курса работы «Браслет-ребинка» и «Брошнарядный» из Мельхиора и Родонита попали на Всероссийскую выставку «Смотр молодые дарования». Работы были учебные, но тем не менее были еще и творческие. То есть практически у каждого из них элемент творческости присутствовал непременно. Именно по этой причине мы их и предложили для участия в этой Всероссийской выставке. Выставка «Смотр молодые дарования» проходила в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства в Москве. Работ молодых талантов со всех уголков страны на конкурсе было представлено более тысячи. Каждое произведение, говорят, в колледже выполнено мастерски из фантазии. Выбрать лучшее было непросто. Ну вот, на мой взгляд, это самый серьезный конкурс, который объединяет творческую молодежь России. Эти конкурсы организованы Ассоциацией художественной промыслы России. Кто объединяется под ассоциацией? 400 производств, которые производят для России и для зарубежья художественные промыслы. И среди них 12 учебных заведений, где готовим кадры художественных промыслов. Знатные мастера и члены экспертного совета Ассоциации народные художественные промыслы России из сотен работ выбрали несколько. И среди них украшения от тогда еще первокурсницы Дарьи Голубчиковой. Я вот даже не ожидала, даже в мыслях не было, что я могу победить в таком конкурсе, в таком престижном. И вообще, сама у меня бабочки порхали, я долго бы не могла поверить. Я еще спрашивала, что это точно я, она? Да, ты, ты. В числе победителей выставки смотра также под нос тагильский букет выпускницы колледжа Анны Исуповой. Для учебного заведения это тоже очень и гордо, и почетно, и важно, потому что быть представленным в экспозиции Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства в Москве, я думаю, что это тоже очень большое достижение. Выставка смотра «Молодые дарования» нацелена на выявление и поддержку художников и мастеров, постигающих и развивающих национальную культуру и ее традиции. Ведь вот что важно для нас с вами, чтобы мы помнили свои традиции, чтобы мы воспитывали свою молодежь в традициях уважения, в традициях памяти к своему прошлому, в традициях, ведь дело в конечном счете не в том браслете и не в том подносе, который мы научили, допустим, изготовлять или выполнять, а дело в том культурном понимании нашего наследия. Дарья Голубчикова стала не только лауреатом Всероссийского конкурса «Молодые дарования», но и обладателем престижной премии. Сумму ее в колледже назвать не пожелали, но заверили, что деньги немалые. На что их потратить Дарья пока не решила, но уже точно определилась, что ее будущее – мастерить, и конкурс тому подтверждение. Конечно же, в первую очередь стремление. Стремление работать дальше, силы, надежды на что-то, что я все-таки даже в первом курсе могу достичь каких-то высот. А дальше что будет? Это будем стараться, будем добиваться дальнейших высот. Там, да, посмотрим. Анна Кизилова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тегил ТВ. На этом моя часть выпуска завершена. Далее новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. И я напоминаю, вы можете стать соавтором наших новостей. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagildefis.tv.ru раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 4195-51. До встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok